Стабильно, тяжелая, пока без отрицательной динамики. Все. Мини-совещания в небольшом кабинете проходят несколько раз в день. На экране детские реанимационные отделения Бийска, Рубцовска, Аллейска. Пока в системе всего пять городов. Это сделано для того, чтобы мы на местах видели именно картинку реальную. То есть, что сейчас в данный момент происходит в реанимационном отделении, в какой-то районной больнице. Чтобы мы видели истинные показатели витальных функций ребенка. Чтобы мы знали, какие у него параметры на данный момент. Как быстро вмешаться в эту ситуацию. Как помочь в данную ситуацию. Как проконсультировать врача, который находится рядом с ребенком. И при необходимости эвакуировать его к нам. Только в декабре такая необходимость встречалась часто. В Центр охраны материнства и детства было доставлено 44 ребенка. Собственными силами своего коллектива сформировали на данный момент две. При экстренной необходимости три реанимационные бригады. Нам было передано соответствующий автомобильный штат. Соответствующее оснащение. На сегодняшний момент мы готовы в две бригады и осуществлять транспортировку. Плюс к нам помогают бригады города Рубцовская и бригада города Бийска. Вот так выглядит тот самый транспорт, которым доставляют пациентов из городов и районов края. Реанимобиль оснащен всем необходимым оборудованием. В том числе и для перевозки младенцев. Инкубатор, поддерживающий температуру тела ребенка. То есть ребенок здесь не охладится, а будет поддерживать нормальную температуру. Кстати, наша съемочная группа сегодня стала свидетелем того, как работают врачи. В штормовую погоду при низкой видимости на дороге из Бийска был доставлен малыш, которому всего месяц и 10 дней. Сколько набирали? Два часа. Осложнением после ОРВИ стала пневмония. Экстренная помощь врачей Центра охраны материнства и детства была оказана малышу сразу по приезду в Барнаул. Кстати, при необходимости перевозить детей с пороками развития сердца в специальных реанимобилях и вертолетами могут и в федеральные центры. А еще до конца 2019 года оснастить видеомониторами. Планируют все оставшиеся 13 реанимационных отделений детских больниц края. На эти цели из бюджета выделили 1,370,000 рублей. Врачи уверены, вложения окупятся сполна. Ведь накануне просто здоровье детей, но и их жизнь. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.